Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Наверное, запоздалое видео, но хочу рассказать о том, сколько денег надо покупать для поездки за границу. Дело в том, что сейчас период отпусков, и многие в отпуск собираются за границу на лето. Но я не исключение, сейчас я собираюсь в отпуск. Мы, как правило, путешествуем на машине по разным странам, в том числе еврозона и не еврозона. И многие перед отпуском думают, где же нам купить валюту для того, чтобы поехать за рубеж, сколько ее покупать, все надо рассчитать, распланировать, ну, лучше взять, конечно, с запасом и так далее, и так далее. Вот, сколько же брать валюты за границу, ну, из расчета, скажем, на день. Я вам скажу так, вообще нисколько. Не надо ее брать. Зачем? Это уже пережиток прошлого, насколько я понимаю. Вот так. Смотрите, но вы скажете, что... Слушай, ты не прав. Ну, как же там же валюта, там же евро. Смотрите. У меня уже огромный опыт путешествия за границей. И когда-то, когда в начале 90-х, тогда еще не было карточек, приходилось ездить с целой котлетой долларов, которые мы меняли, где-то там искали. Ну, мы первый раз, так сказать, поехали за такую, так сказать, вот, ну, в Париж, там, во Францию. Значит, в Париже были французские франки, потом мы поехали в Роттердам, так сказать, там, в Бельгию. Сначала бельгийские франки, потом были... В Голландии были гульдены и так далее, и так далее. В Германии в Дойчмарке, вот, в Польше злоты и так далее. Вот. И мы вот всегда меняли, а потом непонятно было, что делать с этой мелочью. Сейчас все это вообще не нужно. Вот. Поэтому поясняю, что нужно делать для того, чтобы поехать за границу. Я утверждаю, что делать ничего не надо, потому что у нас есть сейчас карточки, которые совершенно спокойно, вот, если вы, например, да, едете за границу, то совершенно достаточно иметь вот обычную карточку, ой, карточку, ну, скажем, Тинькофф Банка. Видите, да, вот у меня Тинькофф Банк. Это дебетовая карточка, на которой у меня какие-то средства есть. Слово «какие-то» – это ключевое слово. Вот. Теперь далее. Ну, значит, для того, чтобы для постраховки, я беру несколько карт. Ну, скажем, вот, посмотрите, вот Тинькофф у меня, вы видите, мастер-карт. И я беру другую карту здесь, виза-карт. Почему? Крайне редко, но бывает такое, что было пару раз, что, ну, где-то принимают только мастеры, не принимают визу, и наоборот. Вот. Ну, там какой-то сбой был, на самом деле. Вот. Теперь дальше. Сколько денег должно быть на карте? Не надо на ту карту, с которой мы едем, вот я сказал, какая-то сумма. Сколько здесь должно быть? Здесь должна быть сумма не больше, чем на 2-3 дня. На той карте, которой вы будете пользоваться, это очень важно, каждый день. Это очень важно, архиважно. Это намного важнее, чем покупать валюту. Смотрите, это рублевая карта, вот. И в последнее время я всегда ездил с ней, на самом деле, вот, на 2-3 дня. А основные деньги лежат в другом месте. Вот. Там, в другом месте. Ни в коем случае не надо светить это другое место. А здесь карта, на карте, на 2-3 дня. Почему? Потому что, смотрите, мы этой карточкой расплачиваемся во многих-многих местах. Ну, скажем, в ресторане часто. Он берет карточку и понес. Куда он ее понес? Зачем? То есть, он, так сказать, в принципе-то, не положено давать карту в руки. А, так сказать, там по-простому, значит, типа, ой, у меня там терминал там. Куда он ее понес? Что он с ней сделал? Он взял вот это вот, потом вот это сфотографировал. И приветик. А потом, не пойми откуда, у вас платежи через интернет. Поэтому, значит, это первое. Второе. Приезжаем мы в Стокгольм. Совершенно случайно. Снимаем мы там отель. И совершенно случайно так получилось, что хозяйка этого... Ну, это не отель был, а типа апартаменты под отель. Вот. Хозяйка оказалась русской, из старых эмигрантов. Вот она по-русски вполне спокойно говорила. И такая... Она рассказывает, что бабушка, говорит, жила вот у меня... А, или прямо сейчас вот из Англии приехала. И она пошла снимать деньги в банкомате. Там какие-то молодые люди, что-то ее толкнули. Короче говоря, бабушка не успела опомниться, когда она снимала, деньги толкнули. Вот. Бабушка не успела опомниться, деньги взяла и ушла. Вот. А так выяснилось, что когда они ее толкнули, они, так сказать, там карточку вытащили из этого самого... Из банкомата. Бабушка даже не заметила, как они это сделали. Она подумала, что карточку она забрала. И в течение 15 минут все деньги с ее карточки были сняты. Этими молодыми людьми. Как это восстановить? Никак. Такие бабушки сидят, оплатить не могут, не знают, что делать, плачут. Вот. Такое бывает. И такое бывает регулярно. Там массажуликов. Не надо думать, что там ничего такого нет. Там полно всего этого. И особенно сейчас, потому что там достаточно много эмигрантов. Поэтому, когда вы подходите к банкомату, постарайтесь так, чтобы рядом никого не было. Во-первых. Во-вторых, значит, скрывайте пин-код. Ну, классика жанра. Вот. И еще один очень важный момент, лайфхак, который я хочу вам сказать. Даже если у вас, ну, скажем, там пин-код, так сказать, они просмотрели, как она пин-код набирала. Даже если у вас сперли карточку, вот, ну, скажем, в ресторане. Унес куда-то, там сфотографировал лицо, оборот, каким образом люди снимают деньги с карточки. Они снимают деньги через интернет. Так вот, есть очень простая штука. Практически у всех банков. Разрешить операцию через интернет. Там галочка такая стоит. Вот, уберите эту галочку. И все. Просто уберите. И никто у вас уже через интернет деньги не снимет. Откуда я взял лайфхак от Тинькова? Потому что у меня был случай, когда у меня с интернета, так сказать, там пытались за какую-то лотерею в какой-то Австралии заплатить моей картой. Кто-то спер данные моей карты. Вот, мне повезло в том, что это были данные просроченной карты. Они не знали об этом. И я, когда разговаривал с службой безопасности Тинькова, они мне сказали, говорю, слушай, а ты галочку поставь и все. Я говорю, и что, все, помогает мне железно. Вот, потому что вот от таких случаев железно помогает. Поставьте, пожалуйста, лайк за такой лайфхак. Лайфхак. И поделитесь этим видео с другими. Вот, теперь далее. Смотрите, у меня есть, скажем, несколько карточек от одного и того же банка. И вот одну карточку я, на ней совсем мало денег, и на 2-3 дня, а на другой основные. И в любой момент я могу зайти, Wi-Fi есть всюду. Если вы не нашли Wi-Fi, идите в Макдональдс, там он есть. В Макдональдс есть всюду. Вот, и просто переводите с этой карточки с одной, на другую, перебрасывайте, добрасывайте какую-то сумму. Что у меня? Посмотрите, еще один такой классный момент. Вот Тиньков, я много раз говорил, что Тиньков дает кэшбэк 1% на все покупки. Не важно, в России или за границей, это хорошо. И по Тинькову я получаю кэшбэк регулярно, так сказать, это моя основная карточка, там, ну, скажем, рублей 400-500 в месяц в виде кэшбэка. Так вот, сейчас вот есть вот такая карта, это открытие банк. Вот, OpenCard. Ссылочку на нее вы увидите снизу. И если вы по ней зарегистрируете эту карту, то получите 500 рублей в виде бонусов. Вот, так вот, OpenCard, смотрите, по Тинькову. Пользуюсь постоянно, получаю где-то 400-500 рублей. Это 1% кэшбэка на все. Здесь 3% кэшбэка на все при условии, если там заплатил больше, чем на 5 тысяч, по-моему, или на тысячу через интернет, сделал покупок, я это сделал. И больше, чем на 5 тысяч рублей заплатил карту, это еще 1%. То есть, 3% у меня сейчас вот по этой карте на все покупки по этой карте. Ну, за исключением, естественно, переводов там и оплаты за сотовую связь. При этом я сделал следующее. Ну, так как мы все-таки в зону евро едем, я взял, открыл еще одну OpenCard. Они обе OpenCard, но это в валюте. Те же самые условия, те же самые бонусы. По этой карте можно снимать в любой стране мира с банкомата деньги без комиссии. С банкомата. В евро хуже. Потому что карта в евро. Здесь написано евро. Ничем не отличается, только вот здесь значочек евро написано. Вот. Теперь далее. Еще один лайфхак. Я сейчас лайфхаком вас закидаю. Смотрите. Есть всякие бонусные покупки, бонусы на покупке. Да. Смотрите. Вот это евровая карта. Почему евро, а почему открытие? Потому что вы знаете, что у меня брокерский счет в открытии брокер. И совершенно спокойно я в любой момент могу на бирже купить евро, вывести их на банковский счет в евро. Он у меня есть. То есть из открытия брокера в открытие банк деньги в евро переводится. Ну там с какой-то мизерной комиссии 0,15%. А уже с банка, через интернет-банк в открытие я могу перебросить эти деньги ровно столько, сколько мне надо, не все, вот сюда, в евро. И уже без комиссии там платить за все. При этом начинается кэшбэк 3%. Кэшбэк вот на эту карту и на эту он общий кэшбэк счет. Поэтому, да, и все кэшбэки в евро, естественно, конвертируются в рубли. И еще один, то есть 3%, понимаете? А так как трат там будет много, то, соответственно, будет весьма-весьма-весьма. Вот. Но есть еще один лайфхак. Вот карта. Тинькофф Драйв. На самом деле она была достаточно хорошая в свое время, когда она давала 10% на автоуслуги, в том числе бензин. Вот. А так я, Лиза, много-очень, очень много ездил в свое время, вот совсем недавно еще, то 10% на бензин это было очень круто. Но это было очень круто для меня, а для Тинькоффа, как это оказалось, не очень круто. И поэтому они очень резко сейчас изменили условия. Ухудшили их значительно для меня. Вот. Ну, что делать? Те условия были разорительны для банка, я им попользовался, слава богу. Вот. Но сейчас эти условия сильно изменились. Там действительно есть сейчас 10% на все автоуслуги по карте. То есть, что туда входит? 10% кэшбэка начинается на бензин, 10% на автоуслуги. И 10% там на оплата дорог, это тоже автоуслуги, ну, платных дорог, у меня будут платные дороги. Вот. И, соответственно, 5% даже на штрафы ГИБДД. Это кэшбэк. Но в чем бяка? В том, что, первое, этот кэшбэк весь начисляется уже не рублями наличными, как раньше было, а бонусами. Здесь тоже, кстати, бонусы. А вот здесь рублями, это обычная карта Тинькофф. А вот здесь тоже бонусами они ввели на Тинькофф Драйв. Но 10%, вы понимаете, что когда Юра видит цифру в 10%, Юра теряет рассудок. Вот. Соответственно, 10% на автоуслуги и бензин. Вот. Есть ограничения по максимуму. Там, по-моему, 3000 бонусов в месяц. Ну, мы это ограничение будем отслеживать. Как 3000 наберется, я перестану пользоваться этой картой. Еще одно очень неприятное ограничение. Это то, что условие получения этих бонусов, условием получения этих бонусов является то, что я буду пользоваться картой не только для оплаты автоуслуг, а для оплаты обычных услуг. И там сумма, по-моему, для оплаты обычных услуг такая. Ну, не меньше, чем на автоуслугах должны быть. Как минимум, не меньше. Вот. А я так подозреваю, что раза в три больше. Вот. Ну, я не помню, я буду уточнять. Вот. Но это вот очень-очень неприятная штука. То есть придется мне пользоваться этой картой. На обычные, не автоуслуги, а Тинькофф Драйв дает 1%. То есть как обычная карта. И... Ну, а дальше это кредитная карта. В общем, она вообще не комильха. Вот. Это, во-первых, вторая с бонусами. Но на автоуслугах, в принципе, нормально. Автоуслуги тоже, кстати, бонусы можно потратить только от 2 тысяч бонусов. Один к одному только за автозапчасти и автоуслуги. А если за бензин, то бонусы тратятся один к полтора, например. Поэтому... Поэтому я вчера, мне надо было сцепление купить. Я пошел. То есть от 2 тысяч я пошел в магазин. Говорю, слушай, я хочу карту заплатить. Давай. Вот. И я плачу. Говорю, только по 2 тысячи. Я несколько раз по 2 тысячи ее прикладывал. Вот. То есть у меня 3 раза по 2 тысячи там есть. Ну, я зарядник для аккумулятора купил за 2 тысячи. То есть он мне полностью компенсирует. Все 100% вернули. Я в прошлом году в Грузии ездил в автосервис. Делал там какой-то, так сказать, ТО в автосервисе на... Ну, в районе 2 тысяч рублей или больше 2 тысяч рублей. Мне эти деньги полностью вернулись. Что приятно. То есть неважно, где вы тратите, за границей, пожалуйста, в Грузии. Я тратил в аварии, ничего страшного. Вот. И не надо для этого возить наличку, не надо для этого покупать. Если можно, пожалуйста, вот. Можно купить, конечно, а можно и не покупать вовсе. Я вообще не советую, в общем-то, для этого покупать валюту. Она там не нужна. Карточку принимают всюду. Вот. Единственное, зачем мне нужна вот эта карта в евро? Для того, чтобы... Дело в том, что во многих странах все еще встречаются места, где говорят только за наличку. Тогда приходится идти в банкомат. И если эта карточка рублевая, то там, в общем-то сказать, ну, во-первых, есть комиссия, там есть минимальные сонные снятия и так далее, и так далее. Поэтому лучше просто взять вот одну евровую карточку в любых банкоматах без комиссии. То есть я это знаю. И все. В Тинькове, например, вот из Тиньков обычной карты можно снимать от 3000 рублей. В принципе, это нормальный 50 евро, скажем так. Ну, 50 евро, нормальная сумма. Но, опять же, это сиди, если стои, считай там где-нибудь в Венгрии, сколько это будет при 1000 рублей в коррингах. Вот. Ну, в общем, получается обычно, но так. Надо помнить об этом. Иначе комиссия там такая. Вот. Ну, не буду долго затягивать. Я надеюсь, что это видео было полезно. Я надеюсь, что это видео будет полезно вашим знакомым, которые собираются за границу. Поэтому поделитесь, пожалуйста, этим видео. Ссылка на это видео с ними. И если есть вопросы, задавайте. Я с удовольствием отвечу. Да. Карту OpenCart. Она, кстати, с бесплатным обслуживанием. То есть если... Да. При... Второе. Если вы по той ссылке, которая у меня снизу стоит, сделаете вот эту карту, вам дополнительно еще от меня 500 бонусных рублей. Вот. Если вы захотите, скажем, тенько, пожалуйста, ссылка тоже есть. Вам будет, насколько я помню, 3 месяца бесплатно за это. То есть это эквивалент 300 рублей и так далее. Вот. И не надо пользоваться вот этим новичкам. Это анахронизм полный. Потому что за границей всюду, 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 ну, за исключением там некоторых совсем диких стран, всюду, всюду принимают карты. Дикие страны существуют. Я их нашел. Это, как ни странно, Греция. Там очень трудно найти март-мамат. Там черный нал сплошной был. Ну, я в Греции был года 4 назад. Вот. И в то же время я был, скажем, из Греции мы ехали через Албанию. Ну, в Албании там вообще своя история абсолютно другая. Вот. Там все интересно. Там как раз лучше иметь наличку. Вот. Курс будет явно лучше. Ну, Албания – это экзотическая страна. А у всех остальных странах, там, Хорватия, Италия, это там, Боснинг и Грецедовина. Все там нормально. Все хорошо. Сербия, кстати. Ну, Сербия там не очень. Сейчас, я думаю, не очень. Вот. С карточками, я имею в виду, не очень. Вот так. Спасибо за внимание. С вас лайк. Поделитесь со своими друзьями. И во встречах. С вами был Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok